От этого чела... Ой-ой-ой-ой! Тоже надо уворачиваться, я что-то забыл, что-то совсем забыл, и по мне один раз лазер-то попал, а у него лазерки, ребята, вообще дико мощные, вы же сами знаете, что если он попадает своими лазерами, это просто какая-то трэш, какой-то жесть. Ребята, ребята, всем здорово, с вами, как всегда, RTMN Play, ребятки. Ну что, сегодня мой ролик будет специально, ребятки, на тему как и сколько же можно, ребятки, заработать монеток в Хиллс оф Стилл, первая часть. Где взять эту кучу монет и как много заработать, ребятки, в этой игре, потому что, как вы знаете у всех, у меня, у вас, мы хотим покупать новые скины за тысячу, за две тысячи монет. Так, на Кобру, на Джокера, на Титана, на Скорпиона, на всех. Но, ребятки, на это, как вы знаете, много нужно монеток, а также видите, сколько у меня улучшений в ангаре, которые нужно произвести. На это все также нужно много монет, ребятки. На Мамонта, на Арахнида, ребятки, и тоже скины хочу на него купить. На Скорпиончика также, ребятки, вообще самые дорогие по 4 тысячи один скин стоит, ребятки. Это, конечно, очень-очень дорого. Кстати, давайте Скорпиона сразу прокачаю. Он у меня четвертого уровня, наконец-то. Собственно, перешел хоть на следующий уровень. И, ребятки, как же вообще зарабатывать? Вот давайте я сейчас прокачаю Джокера, он у меня становится на 15 уровень, ребятки. Это, кстати, да, эти улучшения стоят очень-очень недешево, на самом деле, прокачать танк. Также на Кобру я хочу, кстати, купить вот этот вот скинчик за 2 тысячи. Пускай он у меня теперь будет. Первый мой, так сказать, самый крутой скин на танке в этой части Хилс оф Стил, ребятки. И, кто не знает, ребятки, и так же началась самоцветная мания. Здесь можно заработать 50 гемасиков, поэтому все, кто с моего клана, тоже заходите и играйте. Собственно, где же можно зарабатывать эти крутые деньжиши, ребята? А я вам скажу где. Ни в PvP, ни в 1 на 1. Хотя в 1 на 1 можно. А, ребятки, в битве против босса, ребятки. Да, вы платите 2 гемасика. Всего-навсего. Выбирайте, ребятки, естественно. Берете свой самый мощный танк, который у вас есть. Ставите на него желательно аптечку, ремонтный комплект. К сожалению, у меня на Кобру его нет, ребятки. Поэтому возьму свои стандартные ракеты. И идем, ребята, сражаться в режим сражения против боссов, ребятки. Это самый топовый по фарму режим, ребятки. Первый босс поехал уже против меня. Это удар грома. Да, ребятки, конечно же, здесь нужно брать свой самый-самый мощный, самый навороченный танк, чтобы, ребятки, естественно, поставить как можно больше рекорд. И тогда как можно больше денег получится заработать. Здесь главное, чем больше боссов уничтожил, тем больше денежек заработал. Здесь работает, ребятки, такая механика. И причем идет сначала первая волна боссов, потом вторая, а второй круг идет боссов. И, естественно, каждый круг вы зарабатываете гораздо больше монеток, чем предыдущий. Если, как вы видите, сейчас, ребятки, боссы у меня совершенно легкие. Легиона я уже тоже быстренько завалил, ребята. Следующий идет кнут. Да, ребятки, здесь все боссы по порядку до созерцателя, до самого нового. Да, ребятки, боссы созерцателя, они здесь идут. Ребятки, да. И здесь, опять же, самый крутой способ заработать. Потому что ни в приключениях, ни где-то еще такие крутые цифры и деньги быстро, по крайней мере, быстро не зарабатываются. Вот, смотрите, Гонец Ада уже приехал. Кстати, да, от этого челика надо уворачиваться, потому что он достаточно жесткий. Этот чел жесткий. Он своим пулеметом может даже на первой волне много нанести мне урона. Так, аккуратненько. На тебе. На. И последний вызрел. На. А, да, ест, попал. Отлично. Все, ребятки, Гонец Ада уничтожен. И следующий идет бомбардир, ребятки. Да, с каждым, конечно, боссом боссы становятся сложнее. Да, с каждым следующим боссом он сложнее предыдущего. Так и задумано, ребятки. Но с каждым кругом он становится, они становятся все еще сильнее. У них становится сильнее атака и больше жизнек у них становится. Поэтому очень важно брать ваш самый мощный танк. Конечно, вообще, ребятки, если говорить про танки, то самые мощные для этого режима, на мой взгляд, будут эта Кобра и Скорпион, ребятки. Да, Скорпион, у него больше всего брони, больше всего жизнек в этой игре. Поэтому он определенно подходит для сражения с боссами. И Кобра, потому что она универсальная, также много брони, ребятки. И классно умеет быстро стрелять своими этими снарядиками, ребята. Все остальные танки, ну, с ними будет немножко посложнее. Все-таки посложнее. Где-то брони поменьше, где-то урона поменьше. Ой-ой-ой, лазерная пасть. Лазерная пасть, главное, чтобы не попадала. Пусть лучше в небо стреляет. Отлично, отлично. Все, лазерную пасть завалили. И теперь идет Повелитель, босс на меня, кстати, да, вот. Повелитель самый сложный босс, если честно. Не Созерцатель, ребят, а Повелитель сложный. Потому что он своим лазером очень-очень мега жесткий урон наносит, ребятки. И от него очень сложно увернуться. Если от Созерцателя можно увернуться, то Повелитель просто почти по полкарты. Тебя стреляет этим лазером, это, конечно, вообще жесть. Но я его завалил, отлично. И теперь идет следующий, последний, типа, самый якобы крутой босс в этой игре Созерцатель. Но на самом деле, как по мне, он не очень-то и крутой, ребятки. Ну, так себе, знаете, середнячок, середнячок, ничего особенного. На тебе, Созерцатель, получай, на, отлично. Все, Созерцатель готов, красавчик. И следующий, ребятки, идет удар грома, ребятки. Пошла вторая волна, второй круг. Все боссы идут заново. Но, ребятки, у них становится больше жизнек и больше урона. Поэтому, так сказать, то, что у меня еще больше половины хп, это очень хорошо. Но стреляют они больно, ребятки. Да, в два раза сильнее, как минимум. Так, отлично, удар грома завалили. Идет следующая опять армада на меня. Что я хочу сказать, ребят. Вообще, вообще, конечно, да. Этот босс, он, ой, я говорю, босс. Этот режим, он платный. Ну, типа, два гемасика. Ну, ребятки, вы же понимаете, что два гемасика заплатить, ну, это совсем немножко. Два гемасика и получить где-то 2000 монет. Я сейчас не знаю, посмотрим, сколько на максимум я смогу получить монет на кобре своей 15 уровня. Но в среднем 2000, это, я думаю, круто, ребятки. Тем более, эти гемасики ведь получаются бесплатно из ежедневных наград, там, из ивентов, из личных наград за то, что топовые места занял, ребятки. Поэтому, в принципе, это несложно вот так вот периодически заходить сюда, одну-две катки в день, например, делать. И получать неплохие такие монеты, чтобы прокачать свой танчик, ребята. Вот на меня уже едет следующий танк. Кнут, ребятки, да, кнут, отлично. Вообще, ребят, если вы будете два раза в день играть на этом режиме и вывозить где-то по 2000 монет за раз, то, в принципе, вы вот все танки и прокачаете, там, я не знаю, за полмесяца, если у вас на них есть детальки. Вот. Так, снова едет гонец ада. Этот чел очень мощный, особенно на второй волне, поэтому нужно от него уворачиваться. Ай-яй-яй-яй-яй. Главное, чтобы он в меня сейчас не попадал. Гонец ада, это достаточно серьезная машина, ребята, да. Мы-то уж знаем, особенно, когда за него играешь за конца ада. Вот это жесть. Слушайте, хочу убежать от него выстрелов. А он опять меня догоняет. Да что ж такое? Я только попытался увернуться, а он снова по мне достал. Да ладно. Вот это он хитрец, конечно, ребята. Он мне очень много жизнек снял. Он мне сейчас достаточно много снял. У меня было много, но теперь осталось вообще мало, поэтому нужно быть еще аккуратнее. Теперь бомбардир от его бомб увернуться как-то полегче, но все равно нужно стрелять постоянно вверх. Поэтому в этом плане это не очень легко. Так, бомбардирчик. Вот он. Ой-ой-ой. Надо уезжать от его бомб. Они тоже наносят хороший урон. Хорошо, хоть от них увернуться легче. Ай-яй-яй, попал под бомбу. О, попал под бомбу бомбардира. Нужно аккуратненько так. На тебе, да что ж такое-то. Не могу его завалить, ребята. Хорошо, хоть он не стреляет своим этим пулеметом. А то было бы еще жесть вообще. Вообще бомбардир был бы мощнее, если бы на него добавили и пулемет, и бомбы. Вот это был бы сложный босс. Это 100%. Так, отлично. Бомбардиры завалили. Лазерная пасть. Новая, ребятки, лазерная пасть. Гораздо мощнее предыдущей волны, так сказать. Поэтому ее нужно тоже срочно валить. На тебе. Так, на. На. Отлично. Сейчас мы с ней, короче, справимся быстренько. Так, главное... Эй, нет, нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, чтобы он по мне не попадал. Ой-ой-ой, ребятки. Да, лазерная пасть, конечно, наносит тоже очень большой урон, ребятки. Поэтому, если он начинает по вам попадать, нужно сразу удирать однозначно. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. На. А, да, кстати, ребятки, стреляю боссом в область самого босса. То есть, вот где вот он сидит. Там, ребятки, урона наносится больше. Вот сейчас, кстати, повелители у меня совсем чуть-чуть хп. Так, аккуратненько. Давай-давай. Ой-ой-ой-ой, ребята. У меня остается совсем немножко хпшек. А тут повелитесь за своим этим лазером. Аааа, прострелил меня. Да, ребятки, обязательно, обязательно смотрим видос, восстанавливаемся, как я сейчас сделал. И еще половина хпшек у нас есть в запасе, поэтому погнали в сражение. Потому что здесь каждый босс, ребятки, стоит дороже предыдущего его завалить. Поэтому тут понарастающий. Каждый следующий босс, ребятки, это, ну, большая оплата, ребятки, вам в карманчик, естественно, за босса. Тут уже где-то по 200 монет получаем за одного босса. Надо будет сейчас посмотреть. Давай, повелителя нужно завалить. Чуть-чуть осталось. Да что ж такое-то. Вот это, конечно, жесть. Он достаточно сложный стал на втором круге, на второй этой волне. Отлично, все, босс готов. Да, ребятки, дали где-то около 200 монеток за одного босса. Это, конечно, очень круто. И сейчас следующий идет созерцатель. Созерцатель. Так. От этого чела... Ой-ой-ой-ой-ой. Тоже надо уворачиваться. Я что-то забыл, что-то совсем забыл. И по мне один раз лазер-то попал. А у него лазерки, ребята, вообще дико мощные. Вы же сами знаете, что если он попадает своими лазерами, это просто какая-то трэш, какой-то жесть. Так, нужно аккуратно. Тут, конечно, гораздо легче, чем с повелителем. Но, ребятки, главное, не попасть под его лазер. И все равно случайно. Так, аккуратно. Все, замечательно. И последний выстрел. На! Да, ребятки, отлично. Все. И пошел, ребятки, у нас третий круг. Третий круг. И еще боссы стали в три раза сильнее. Поэтому, ребятки, я сейчас наконец-то, конечно, использую свои ракеты. А то у меня совсем чуть-чуть жизнек осталось. Надо, чтобы мне кто-то что-то помогло. Так, так, удар грома, удар грома. Нет, 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 нет. Уходи отсюда. Уходи. На! Отлично. Да, ребятки, я его тоже завалил. Замечательно. И, как говорится, это было без проблем. А теперь армада. Так, ну да, здесь уже, короче, не знаю, сколько у меня получится выжить. Но я постараюсь по максимуму. Буду максимально сейвиться, ребятки. Максимально далеко от противников, от боссов. Так, аккуратно, аккуратно. Но он уже простреливает своей этой мортире. Она у него с большим сплэшом, ребята. Поэтому я лучше потихонечку отойду. Ой, а у меня здесь уже конец карты. Да ладно. Так, а получится у меня завалить или нет? Я даже не знаю, ребятки. Давай, давай, давай. Да! Да, ребятки, успел, успел завалить еще одного босса. Это просто круто. И все, ребятки. И сейчас на меня едет Легион. И, походу, Легион скажет мне пока-пока. Артемен, возвращайся в свой ангар, да? Легион. А-а-а! Нет-нет-нет! Не мочи меня, пожалуйста. Я, кстати, сейчас могу себя своим же выстрелом убить. Потому что у меня мало ХП. Я не могу, ребят, стрелять. Я не могу стрелять. Если я стрельну, я своим же выстрелом себя убью. Своей же взрывной волной. Так, нужно аккуратненько. Нужно вот туда ему, в эту плюшку. А-а-а! Да ладно, нет! Ребятки, я все-таки попал в него рядом. Поэтому мне нанесся урон. Ну что, собственно. Вот такая вот каточка получилась. 588 и 2100 монеток я заработал, ребята. Да, за 2 гемасика. 2100 монеток в режиме бой против боссов. Еще и звание майора получил. В принципе, ребятки, я считаю, это круто. Вот я еще раз, ребятки, сыграл для вас специально еще одну игру. Ребята, у меня уже остается совсем мало жизнек, чтобы показать, сколько же я заработаю. И давай, 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 последний. А-а-а! Да ладно! Последний выстрел оставался в ударах грома. Не успел, к сожалению, ребятки. Поэтому заработал я здесь всего 1710. Но опять же, за 2 гемасика 1700. Ребята, я всего потратил в этом режиме вот на 2 игры 4 гемасика. А получил 4 примерно с половиной тысячи монет. За 2 игры, ребята, это, конечно, очень крутой режим для фарма. Поэтому я теперь могу что-нибудь себе вкачать. И вот давайте я, например, наверное, вкачаю себе Титана до 15 уровня. До максимального как раз у меня должно хватить. Да, 12, 13, 14 и 15. Да, ребятки, мне как раз хватило двух каток, чтобы, ребята, вкачать полностью Танк Титан. Опять же, где еще можно заработать, ребятки, кучу монет? В режиме 1 на 1, ребята, да, как бы это ни казалось, за серию побед, ребята, вот сейчас, как вы видите, за серию побед у меня 50 серия побед. И мне дают за нее 5000 золота, ребятки. У каждого за 50 победу, конечно, разные награды, но мне дали 5000 золота. Но, ребятки, да, это, конечно, очень крутой бонус, очень крутая штука. Но, ребятки, эту серию побед еще, конечно, нужно сделать. 50 побед, это очень немало и достаточно сложно, ребятки, не проигрывать все эти разы. Но, как способ заработка, ребята, это, естественно, тоже пойдет. Ну что, ребята, сейчас я до конца открою эти сундучки. Что я хочу сказать, ребятки? Самые топовые способы заработка, ребята, в Хиллс оф Стилл, самые крутые, где можно больше всего заработать денег. Это, конечно же, самый простой, это бой против боссов, ребятки. Все могут. Главное, берите свой самый прокачиваемый танк и сражайтесь там против боссов на максимум, ребята. И второй режим. Это режим 1 на 1 или режим 2 на 2 против 2 играть. Но, ребятки, здесь нужно сделать очень хорошую серию побед, что, естественно, достаточно сложно и нелегко. Но, опять же, заработать-то можно и гемасики, ребята, и хорошо золото. А еще сундук получить крутой. Так что, как-то так, ребятки. Ну что, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на мой канал, поставь лайкос этому видео, если тебе оно понравилось, конечно же. Напишите, какие еще способы заработка, может, вы знаете, крутые в этой игре. А я с вами, ребятки, прощаюсь. Всем до новых встреч. Встретимся в новых видосах, ребята. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok